Морфлинг Наиболее сильная его способность создает клона выбранной цели, вынуждая ее оказаться перед своим собственным отражением four Ole保 custi Наш вставочку Это настоящий, да лол Когда просто заруинено на вставочку реально Сейчас бы ремпэдж была,если бы чуть-чуть лучше отыграл Как лосхитить Ну в принципе этот морф предназначен тупо для файтов и не для лосхитов Четыре двадцать пять, дядь при 25 еще раз мне кажется у нас тотем и конечно убьет либо меня либо его хорошо забавить отлично что-то не то вообще вот это другое дело конечно же и настроение новогоднее и немножко переоделся и вот красивая елочка ребят ну что ж давайте начнем наверное сегодняшний гайд и почуть начнем разбирать нашего героя и конечно же пожелаю всем хорошего настроения ну и конечно же здесь будем выпускать заставочку поехали 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 всем привет дорогие друзья с вами x и нас и сегодня у нас новый гайд но прежде чем мы придем к разбору этого гайда конечно же хотелось бы всех поблагодарить за то что смотрите и всех конечно же поздравить с наступающим новым годом и конечно ну что дорогие всех с наступающим новым годом всем света над головой и здоровья но на самом деле как глупо было верить в свет но ты хен делай дальше свои дела да я в принципе тоже также ребятки поддерживаю у нас поникшего артаса и также вас поздравляю с новым годом с наступающим новым годом и желаю всем здоровья счастья любви добра если хотите добиваться каких-то целей конечно же надевайте шапочку вот такую вот новогоднюю и делайте идите к своим целям достижение цели да этот год был тяжеленький конечно же очень тяжелый но дальше не думайте что дальше будет легче поэтому ребятки готовьтесь к такому что нужно прям ух тащить тащить нужно ребятки мать уайтсу надо поднять и поехали поэтому ребятки не погружайтесь вот в эту рутину а наслаждайтесь процессом ну и в принципе ребятки все всем пожелаю приятного аппетита настроение конечно же здоровья ну что ж у нас сегодня так как новый гайд не забывайте что есть старый гайд который также не менее информативный с другими катками здесь у нас будет немного гайд в стиле дополнения не ждите от этого гайда прям вот такого тут не будет если что ссылка в описании на прошлый гайд в прошлом гайде есть dd катки есть еще какие-то катки там по фану паровку но и конечно же гайд такой же информативный как и в принципе и это тут у нас также вот теория и здесь у нас по сути гайд на морфа который работает через силу и как он работает мы это будем разбирать ну и конечно же вот моделечку по стандартку давайте погодите модельчиком морфа у нас вот такая мы сегодня мы узнаем как работают наши способности а то вдруг вы не смотрели тот гайд на морфа который был кому два года назад ну да ладно как работа твоя форма как работает адаптив страйк как работает морф как работ репликейт и здесь мы еще разберем как работает гибрид и что это такое и как его кушать ну что ж пожелаю всем приятного просмотра обязательно досматривайте до конца не скипайте теорию досматривайте до конца практику чтобы знать немного больше и игра чуть чуть лучше поехали опять ну что ж первая способность он наших персонажей это вы форма данную способность позволяет надамажить позволяет свалить очень простая способность применения очень хорошая способность на данном персонаже ну конечно же очень интересно но есть тут небольшие нюансики ниче твоя система сейчас и будем разговаривать в общем Choice Granny на скал на свободу и прокачивается данную способность и что она у нас делает в выбранное это место до да где вы куда вы нажмете там дальность применения к слову 1 20 на расстояние 1000 вы можете Нажать вот так вот кнопочку образно Вот сюда нажимаете и морф у нас сюда перемещается Такой волной При этом попутно всех, кого он задевает Он будет раздамаживать В радиусе 200 единиц будет наноситься всем урон В зависимости от уровня прокачки Очень простая способность Наносит у нас магический урон, может всех бить, кто в инвизе То есть образно, если персонаж вражеский ушел в инвиз То, соответственно, вы сможете вейвформы Вот так вот раздамажить Очень самое кайфовое такое, что эта вейвформа Позволяет как бы Немножко игнорировать любые препятствия То есть там хайграунды, лоуграунды, деревья Вообще не важно куда Прыгаете просто и кайфуете Что мне не нравится в принципе Ну и в принципе что является плюсом Это то, что если вы нажимаете на большое расстояние То морф идет на определенное расстояние То есть на расстояние откуда можно уже прыгнуть на тысячу И прыгает То есть как устроен блинк даггер Блинк просто нажал, он блинканулся Ты уже там сам рассчитываешь расстояние А тут нужно именно дождаться Пока морф протупит То есть образно если вы жмете вот сюда У вас морф видите, он начинает обходить То есть он не будет пытаться прыгать вот сюда В середину леса Как это бывает с даггером И это является как фишкой Минусовой, так и плюсовой Так что ребятки вот такая тема Ну и в принципе по основным моментам Прошлись, давайте по табличке Табличка у нас вылазит И что у нас тут написано Анимация применения 0.25 Неинтересна Дальность применения 1000 А максимальная дистанция прохождения 1000 То есть больше 1000 вы никак не пройдете Далее что у нас тут есть Радиус урона Именно это тот вот этот АОЕ, который позволит вам Раздамаживать в радиусе персонажа Он составляет у нас 200 единиц Урон 100, 175, 250 и 325 магического урона 325 магического урона Эта способность офигенна тем Что она наносит много урона Много То есть если взять Среднестатистического какого-то персонажа У которого там 300 урона Да, обычный нюк То тут 325 Немного побольше При том, что это еще и мобильная способность Так вы еще и неуязвимы Когда перемещаетесь в этой вейформе Но об этом чуть позже Следующая графа у нас что там Это монокост 140, 155, 160 и 165 маны Да, на ласт уровне монокост Большой 165 маны это очень много Ну и перезарядка 11 секунд Данная способность блокируется Иммунитетом к заклинаниям То есть БКБшных юнитов Вы продамажить не сможете Как бы вы ни хотели Вы конечно же Никак их не продамажите То есть вы просто пролетаете и все Следующая Эту способность нельзя развеять И в принципе нельзя остановить Очень хорошим Бонусом на данной способности Является то Что вы можете с помощью вейформы Что-либо доджить Потому что Когда вы нажимаете вейформу Обратите внимание Вот здесь вот загорается Неуязвимый То есть соответственно Вы можете что-то задоджить В случае если вас что-то кинули Вы можете Во-первых Так как это блин задоджит Во-вторых Этой неуязвимостью Можно грамотно пользоваться Поэтому ребятки Не забывайте Можно немножко Подобуживать Ну и что ж По данной способности Вроде все Поехали на некстовую Итак ребята Следующая способность На нашем персонаже Это Адаптив Страйк Данная способность У нас даже Несет Смысл В своем названии Адаптив Страйк Соответственно Данная способность У нас В зависимости От условий Будет Работать По-разному То есть Она будет Адаптироваться Под то Каким является В данный момент Морф Либо силачом Либо ловкачом Все вы знаете Что морфлинг У нас Перекачивается И соответственно Вы докупаете еще Артефакты На силу Или на ловкость Они тоже Учитываются И исходя из этого Наша способность Будет работать По-разному Так как у нас В прошлом гайде Морф Вообще По всем каткам Был ловкачом По сути Мы постоянно Перекачивались В ловкость Перекачки Кто первый раз Здесь на гайде Ребятки Не забывайте Посмотреть Первый гайд Там гайд Именно На морфлинга Полностью Обширный Тоже такой же С историей И больше игр Именно На дамаг И соответственно Там По-моему Я сразу Разбирал Что такое Перекачка Ну и в целом Тут тоже Разберем Так что Не перелистывайте Сейчас Вот И Морфлинг У нас В зависимости От перекачанных Стат Либо от Артефактов Будет Использовать Вторую способность По-разному Как именно Сейчас мы С вами Это разберем Во-первых Мы прокачали Данную способность И у нас Имеется тут Разная дальность Применения И разные Эффекты Во-первых В зависимости От уровня Прокачки У нас Увеличивается Дальность Применения То есть На первом Левеле У нас 600 А на Крайних 900 То есть Это мы Тоже По табличке Дельно Разберем И если Мы Сейчас Заюзаем Данную Способность На Морфлинге При том Что у нас И сила И ловкость В принципе В равных Условиях То эффекта Особо Крутого У нас Не будет У нас Будет Средний Дэмэдж Есть Фиксированный Урон Он у нас Составляет Базовый Урон 80 Дэмэджа То есть Ниже Чем 80 Дэмэджа С раскачанной Второй способностью Вы не нанесете Никак Далее У нас идет Бонусный От ловкости Кратный На определенное Количество И конечно же Есть у нас Еще Если вы Мы сейчас Поговорили О ловкости Если вы силач То соответственно У вас Будет Относ С этой способности И конечно же Стан То есть Морф Силач Это Дизейблер Морф Ловкач Это Дамагер Это запомните В зависимости от того Как вы сильно Перекачаны Конечно же В ловкость Или в силу У вас будут Разные Применения Данной способности Допустим Давайте разберем У нас сейчас Морф Ловкач Если мы Заюзаем Допустим Адаптив То мы Чуть-чуть Отнесем Немножко Застанем И много Нанесем Магического Урона По врагу Если мы Морф Силач Что у нас Будет Происходить Мы Немножко Перекачаемся Сейчас Перекачиваться Можно По Виду Морфлинга То есть Не забывайте Что морфинг Еще и меняет И цвет Это сейчас Отдельно Разберем И в случае Если вы Морф Силач То конечно же Нажимаем Адаптив То у вас Вылетает Большое Значение По стану Персонаж Дальше Отлетает И получает Минимум Урона В зависимости От Ловкости Смотрите Давайте Разберем Момент С Перекачкой Или собираете Артефакт На ловкость То у вас Соответственно Персонаж Становится Белее Чем Персонаж Белее Тем Он Ловче Как говорится То есть Это можно Смотреть Так Если Персонаж Белый То значит Его процентовка Соотношение Силы И ловкости Примерно Ловкость На 50% Больше Чем Сила Соответственно Если вы Перекачиваете Силу То морфинг Меняет Цвет По чуть И когда Морфинг Будет Совсем Черный Это Говорит О том Что У вас Ловкость Уже Перекачена В силу На 50% То есть Получается Сила Перекачена В ловкость На 50% Больше Почему я Говорю Про 50% 50% Очень важны Тем Что Эти 50% У нас Сигнализирует О том Что адаптив Полностью Будет Заряжен Либо На ловкость Полностью Либо на силу Но нам Самое главное На силу Потому что Чем больше Вы перекачаетесь В ловкость Тем больше Вы нанесете С адаптива Если вы Именно Хотите Раздамажить Но если Вы хотите Добиться Максимального Результата С адаптива При Филе На морфинге И застанете Как можно Дальше Отнести То вам Достаточно Просто На 50% Больше Перекачать Силу В соотношении От ловкости И конечно же Адаптив у вас Будет работать Корректно Вот 4.25 Станчик Пожалуйста Залетает Следующее Что у нас тут Есть В принципе По микро Моментам Адаптива Мы разобрали Остается У нас тут Именно Моменты Которые Более доскональные И более доскональные Моменты Нам доступны Только с табличкой Ребятки Ну и переходим Непосредственно К табличке Смотрите Табличка Выехала И поехали Дальность Применения 600 700 800 И 900 Единиц Базовый урон 50 60 70 80 Независимо от того Во что вы перекачаны Вы всегда Минимально Нанесете 80 Магического урона Минимальный Множитель Ловкости 0 25 Это вам не нужно Максимальный Множитель Ловкости 0 5 1 1 1 2 То есть Вся ваша ловкость В случае Если вы Перекачаны В Аги Вся ваша ловкость Будет умножаться На 2 Во время Адаптив Страйка То есть Если вы хотите Очень много Раздамажить Вы перекачиваетесь Данную способность Естественно Замаксили И ваша ловкость Умножится на 2 И это будет Все преобразовываться В магический урон Следующее Минимальное Расстояние Отбрасывания 100 И максимальное Расстояние Отбрасывания 300 Данное Отбрасывание Зависит От количества Вашей силы Чем больше Чем больше силы В соотношении От ловкости А именно Если на 50% У вас силы Больше чем ловкости То у вас И относ Будет большой То есть Максимальное Расстояние Пройдет 300 Оппонент И соответственно Вы сможете Отбросить Чуть-чуть подальше Можно так Забросить Текстуру Можно сбросить С хайграунда Можно закинуть С логграунда На хайграунд И так далее Следующее Минимальная Длительность оглашения 0.25 То есть Если у вас Совсем Совсем Все плохо И вы Перекачались Такие знаете Вы перекачались Полностью На 50% В ловкость То соответственно У вас Будет Минимальное Значение Стана Это 0.25 То есть Это будет Микростан То есть Если вы Перекачались В ловкость На 50% Больше Соотношение От силы То соответственно У вас Адаптив Страйк Будет В стане Работать Меньше Следующее Максимальная Длительность Оглушения У нас Такая 1.25 4.25 Максимальная Длительность Оглушения И следующая Графа Монокосты 100 маны Перезарядка 10 А теперь Вдумайтесь Если вы Играете На морфе В ловкоча Что Профитнее Или Как вообще Профитнее Играть на морфе В ловкоче Или в силаче Если задуматься Раз в 10 секунд Вносить Примерно 500 Магического Урона И Не станеть Вообще Либо же Перекачаться На 50% Больше От Ловкости В силу И Станет На 4.25 При этом Наносить Среднее Количество Урона Образно У нас Будет 50 50 50 Ловкости 50 Умноженное На 2 Это у нас Сколько Получается 5-2 10 Это соточка 180 Так как Фиксировано И плюс Там еще Помелче 200 Урона Магического 4.25 Стана И при этом Еще Можно Бить с руки И все Это Раз В 10 Секунд То есть Получается Оппонент Будет Стоять Стабильно 6 Секунд Каждые 6 Секунд Стабильно В стане Потому что Колдаун У нас 10 И стан 4.25 А если Сюда Докупаем Макторин То Каждые Каждые Получается У нас 4 секунды Колдауна Оппонент Будет Стоять В стане При этом Чем Вы больше Надамажите Когда Персонаж Находится В стане И бьете С руки Либо Когда Вы просто Бахнули Адаптивом Конечно Когда Персонаж В стане И вот Соответственно Стоит Задуматься Какой Морф Лучше Силач Или Лавкач Если Честно Я Сейчас Топлю Очень Жестко За силача Потому что Я Раскусил Этого Морфа Через Радиенс Через Метовый Артефакт 85 Карты И этот Морф Он Во-первых Очень Плотный И его Не убить Просто Так Ну и Конечно Он Очень Неприятный Тем Что он Пилец Радиенса Станет И двигается По драке Просто Нереально Поэтому Вот такая Тема Что ж Табличку Мы закрываем И что Мы Далее Будем Разбирать Конечно Данная Способность Она Контрится Эта Способность Что Контрится И как Контрится Довольно Таки Просто Давайте Итем 219 Здесь Пропишем Конечно Данная Способность У нас Не Работает В линку Линку Вы Сразу Сбиваете Конечно же Оппоненту И ничего Не сможете Сделать В БКБ Данная Способность Не Дамажит Эту Способность Можно Избежать Она Летит Со Скоростью Это Способность Тысячу Единиц Соответственно Можно Успеть Ее Задоджить С помощью Даггера С помощью Манты С помощью Еула И соответственно Не улететь В стан Или не Получить Урон В зависимости От того Как вы Перекачаны По Процентам Может быть Вы В силу Перекачаны В зависимости От ловкости На 50% Или наоборот Ну и вот Такая У нас Способность Надеюсь Вы ничего Сейчас Не Упустили И поняли Как работает Адаптив Если Хотите Много Урона Перекачивайтесь В ловкость Если Хотите Много Стана И много Дизэбла Плюс Относ Конечно же Перекачивайтесь Силу Вот Все Что нужно Знать На этом Друзья Вторая Способность Уже Была В разборе Поэтому Погнали На третью Следующая Способность На нашем Персонаже Это Морф Соответственно Это Почти Из Самых Основных Способностей Этого Персонажа И Конечно же Это Перекачка Как вы Могли Себе Уже Представить Данная Способность Позволяет Перегнать Ловкость В силу Или силу В ловкость В зависимости От уровня Прокачки Конечно У нас Тут Скорость Перекачки Увеличивается И Самое Интересное Данная Способность Дополнительно Бонусом Дает Конечно же У нас Ловкость И силу То есть Когда вы Прокачиваете Вы просто Получаете Сюда Небольшой Бонус Очень Простенькая Способность И Она Очень Крута Тем То Что Морф Из-за Перекачки Становится Проблемой Действительно Потому что Его тяжелее Убить То есть Он Прикиньте Он играет В ловкости У него 1000 хп Сейчас Его начинают Убивать Да Образно Там Ребята Накидываются Ой-ой-ой Вот он Этот Хулиган Он забрал Наши подарки Они его Бьют 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 У него Там У морфа Вроде Остается Чуть Хп Он Такой Раз Перекачку Нажимает И Получается У него Пошел Бонус Хп Морфа Еще Дольше Убивает Теперь Представляете Сколько Это Может быть Проблем Проблем В игре Когда Морфлинг Вот так Немножко Начинает Еще Дальше Перекачиваться И Соответственно Его Тяжелее Сливать Вот и Все Вот Смысл Перекачки То есть Вы Мало того Что можете Там Дополнительно Пользоваться Адаптивом О котором Мы В прошлом В прошлое Вот это Да Вот Буквально Пять минут Назад Разговаривали Так Еще Вот И С помощью Перекачки Можно Вот так Вот Жестко Препятствовать Убиванию Вашего персонажа Очень Простенькая Тема Как Контрится Эта Вся Перекачка И Что С ней Делать Как Правильно Ей Пользоваться Я Сейчас Вам Расскажу Во-первых Перекачка Это Такая Вещь Которая Очень Легко Контрится Чем Она Контрится Она Контрится Агром Акса Контрится Сайленсом И Контрится Хиксом То есть Во время Этих Всяких Моментов Допустим Гуинсо Вы Не Сможете Перекачить То есть Вам Вот так Перекачку Закрывают То есть Вас Очень Быстро Могут Уничтожить Во время Станов У вас Нет Никаких Проблем Вы можете Во время Станов Пользоваться Этой Перекачкой То есть Вот Вас Путч Убивает Да Вы Берете И Перекачиваетесь То есть Разницы Никакой Нет Если Станы Перекачиваться Можно Если Хиксы Сайленсы И Агры Акса Всякие То Перекачиваться Невозможно То есть В этих Способностях Перекачиваться Никак В этих Кнопках Никак Нельзя Перекачаться Ну и Далее Что нам Нужно Знать Не обязательно Для адаптива Выкачиваться Полностью Там Допустим Если вы Хотите Достигнуть Максимального Результата От силы То вам Не нужно Просто Перекачиваться Максимально Там В силу Чтобы у вас Была Сила Вот так Вот Допустим 120 силы И 50 Ловкости Вам не нужно Ловкость В ноль Загонять Чтобы достичь Максимального Результата С адаптива Запомните Эту тему Главное На 50% Больше Иметь силы Чем ловкости И в чем Запас Ловкости Чтобы В случае Вот у вас Сейчас 2 500 хп Вас начинает Убивать А вы Такие Полностью Перекаченные В силу У вас Нету Ловкости И вы Не можете Перекачаться Все То есть У вас Нету Запаса Здоровья Допустим У меня Сейчас 2 500 И мой Запас Здоровья Будет Составлять Где-то Примерно Ну Где-то Смотрите Почти 1000 хп Да Вот мой Запас Здоровья Еще Вот был 1000 хп То есть 1000 хп Оставьте На потом Вдруг У вас Будут Какие-то Проблемы Что вам Нужно Будет Перекачаться Вовремя И не Умереть Поэтому Оставляйте Небольшой Запасик Всегда Потому что Нет смысла А допустим Если вы Играете В ловкости То Тут уже Другой вопрос Если вы Ловкости Как можно Больше Перекачали Да У вас Много Ловкости И там Одна Сила То вы Рассчитываете Наверное С адаптива Очень много На дамаже Да И перекачать В принципе Потом Проблемы Не составят Обратно В силу Так что Тут Уже Зависит От Вашего Понимания От Вашего Игрового Скилла Конечно же Как Пользоваться Как вы Заметили Данная Перекачка Берет Ману Сколько Она Берет Мана Это Мы Разберем По Табличечке И Конечно же Во время Айсбласта Я не Рекомендую Вам От 1000 ХП Это 120 ХП От 2240 И Так Далее Вот Этот Порог Лучше Не Увеличивайте Мало Того Что Вы Себе Будете ХП Сжигать Дополнительно Айсбластом Но Еще И Дополнительно Вы Увеличите Порог Поэтому Не Рекомендую Ну Что Давайте Разберем Немножечко По Табличке Что У нас Делает Данная Перекачка И Как Там Атрибуты У нас Распределяется Смотрите У нас Тут Имеется Скорость Обмена В зависимости От Уровня Прокачки Скорость Вот Этой Перекачки Будет Больше То есть Вернее Меньше То есть Получается Больше Атрибутов Будет Обрабатывать И Соответственно Будете Быстрее Перекачиваться На Бонус Ловкости И Силы 3 4 5 6 Это Просто Тот Бонус Который Вам Дается За Прокачку Данной Способности Кстати Перекачивать Плюсовые Какие-то Вот Здесь Значения Вы Не Можете Только Родные Это Для Тех Кто Любит Написать Комментарий Требуется Маны 30 Секунд То есть 30 Секунд Маны Для Того Чтобы Перекачать Определенное Количество Атрибут На Ластовом Уровне Естественно 10 Атрибутов Вы Перекачиваете За 30 Маны То есть Все Прости Ну и Перезарядка Ноль Естественно Данная Способность Не Перезарядки И Самое Что Мне Не Нравится По Поводу Квик Кастов Здесь Это В Первой Доте Вам Необходимо Именно Микрить Потому Что Нет Никакой Вот Образ Наход Вот Эти Фд Они Вообще Ну Не о чем То есть Прикиньте Вот Вы в драке Бежите И вот Так Вот Эпкой Перекачиваете Силу Но Это Несерьезно Во первых Это Очень Долго Потому Что Тут Есть Кд Если Было Так Что Тут Не Было Кд Вы Быстренько Кликали И Перекачивались С такой же Скоростью Как Перекачивались На ПКМ То есть На Квик Каст Либо Также В обратку Да Это Было 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 Лучше Поэтому Ребятки Тут Приходится Немножко Попотеть С микроконтролем Если Вы Хотите Корректно Пользоваться Перекачкой Было 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 Или Образно Альт Ф Да Раз И пошла У вас Перекачка Либо Альт Д Да Кстати Еще Не забывайте Что Иногда Перекачка Багается По Этим Картинкам И Вроде Вы Не Перекачиваетесь Но На самом Деле Вы Перекачиваетесь Поэтому Следите За Вот Этим Эффектом Видите Такой Эффект Вокруг Кружочки Раз Красненький И Оп Зелененький Соответственно Следите За этими Кружочками Но Иногда И Тоже Могут Не Показывать Поэтому Следите За Вашими Атрибутами Когда Играете На Морф Потому Что Иногда Из-за Станов Как-то Это Может Подбагаться Здесь Хотите Взять Дабл Дэмэдж Перекачайтесь У нас В ловкость Да То есть Полностью В ловкость Перекачайтесь По ходке Нет смысла Тут разговаривать Ф и Д Ходке Они Абсолютно Бестолковые Образно Оп Мы Быстренько Перекачались В ловкость Да Подождите Мка Не газуй Смотрите Перекачаемся Сейчас В ловкость Перекачались В ловкость Опа Берем Дэдэшку 200 Дэмэджа Сюда И перекачаемся Обратно В силу Это очень крутая тема Потому что Дабл Дэмэдж У нас Дает Именно Родной Родной Дамаг Исходя Из родного Дамага И получается У нас Такая Абузерская Дабл Дэмэдж Много ХП И в принципе Очень быстро Бьем И больно Бьем Не забывайте Про такую Тему Также Можно Так Абузить С иллюзиями Образно Как вы Перекачались Заюзили Иллюзии У вас Иллюзия Соответственно Такая Плотная Или Какая-то Ватная Но С большим Количеством Урона То есть Эту Тему Не забывайте Что это Можно Подобуживать В зависимости От вашего Мышления Ну и в принципе Все по данной Способности Перекачка Крайне Простая Рекомендую Ее Максить Потому что От адаптива В начальной Стадии Толку Особо Нету Но Если вы Играете Не в Лавкаче А в силаче То можно Вейвформу Оставить В единицу В двойку Морф Именно Вот Вот эту Способность Можно Раскачать В тройку И замахить Адаптив Тогда Вы будете Уже Примерно На 10 Уровне Просто На 12 Минуте Мощнейшим Дизейблером На карте Потому что 4.25 Плюс Относ Это Очень Очень Грозно И это Не шутки Сегодня Такого Морфа Мы будем Играть Так Ну и что Поехали На крайние Способности Потом На крайнюю Способность И конечно Еще Потом Разберем Агоним Поехали Ребята Следующая И крайняя Способность На нашем Персонаже Это Репликейт Репликейт В принципе Очень простенькая Способность И она По сути Не такая Страшная Как Продедущие Скажите Вы Но Данная Способность Очень Очень Мощная В зависимости От уровня Прокачки Конечно У нас тут Все улучшается Но Смысл Данной Способности Тогда Вы поймете Когда вы ее просто Заюзаете Хоткей У нас Р Прокачим Данную Способность И дальность Применения Здесь уровня Прокачки У нас Меняется Ну На первом Левеле Она 700 И давайте Создадим Создаем Реплику И посмотрите У нас Появилась Такая Кириешка Кириешка Появилась Вражеская Можно Сделать Союзную Кириешки И тут Есть Какое-то Вот Такое Подобие Какого-то Не знаю Что-ли Артефакта Что-ли Или что-то Такое И написано Если вы нажмете Нажмете Хоткей Р То вы Переместитесь На позицию Вот этой Иллюзии Данная Иллюзия Очень Плотная И она В принципе Неотличима От Оригинала Неотличима От Оригинала И сейчас Мы разберем Некоторые Моменты С этой Иллюзией С этим Репликейтом И как Ей Пользоваться Давайте Перересторим И смотрите В случае Если вы Хотите Немножко Ввести в заблуждение Оппонентов Вы можете Взять Какого-нибудь Своего союзника Образно Это та же Самая ЦМ Вы можете Спокойно Сделать Вот такую Вот тему Образно У вас Там ЦМ Где-то Прибежала Вы можете Спокойно Создать Ее реплику И Ну к сожалению Тут нужно Поменять Овнера Овнер 3 Сейчас мы Поменяем А то считается Своим персонажем И конечно же Вы создаете Вот такую Реплику И якобы У вас Вот эта ЦМ В чем прикол Этой иллюзии Данная иллюзия Не унаследует Никакие способности Нельзя юзать Никакие артефакты Но Она стопроцентно Идентична По получению Урона С оригиналом То есть Вот вот этой ЦМ То есть Вот эта иллюзия Она будет получать Так же Как и ЦМ При том Что эта же Иллюзия Она наносит 50% Дэмэджа То есть 50% От вот этого Она будет Наносить Это максимум Что она Может делать То есть Вы можете Этой иллюзией управлять Бежать Запутывать врагов И Самая основная Фишка Является у нас То что Вы можете Создав Вот так вот Реплику Образно Вы ее отсылаете Куда-нибудь На базу Как я обычно делаю Вы в драке Деретесь Деретесь У вас есть 150 маны Для того Чтобы вернуться Обратно И конечно же Нажимаете Ходкей И вы портуетесь На место Этой иллюзии То есть Это очень Имбовая тема На сплитах Потому что На ласт уровнях Длительность данной способности Очень большая И вы можете Нереально круто Сплитить карту За счет Этого репликейта Чтобы создать Иллюзию Нужно 25 маны Чтобы Портануться Куда-то Нужно 150 То есть Соответственно У нас Вот такая тема Как вы видите У нас тут есть Таймер Который у нас Сигнализирует О том Что репликейт Закончится Через Вот это Определенное Время Следите за Таймером Он в принципе Его не Как говорится Его не тяжело Здесь развидеть Он не микро Там какой-то Что нужно Всматриваться Вот И как бы Вы спокойно Можете действовать Что мне самое нравится Это то Что есть Некоторые Абузы Именно с пассивками То есть Образно Найкса Пассивки Но это Никакого Абуза Она по сути Не несет А вот Есть некоторые Пассивки Которые несут Абузы То есть Смотрите Эта пассивка Не работает Пассивка Допустим Работает Алхимика Мало того Что алхимик Как зачастую Имеет радиенс Да Так у него Еще и пассивка Работает То есть Вы С помощью Реплики Можете Просто Брать Фармить И Перефармливать Того же самого Алхимика Со своей репликой При этом Еще и пофармить Можно самому С помощью Морфа Это очень Очень круто И это Очень крутой Абуз Конечно же Не все Пассивки Работают Но Алхимика Я хочу отметить Потому что Алхимикам Очень часто Получается Хорошо Пофармить Ну и что ж Следующее Что у нас Есть Это В принципе У нас Работа По табличке Табличка Выходит И поехали Разбирать Дальность Применения 700 1100 И 1500 Иллюзия Наносит Урона 50% Иллюзия Получает Урона 100% То есть Она такая же Плотная Но дамажит Немножко Меньше Длительность Иллюзий 30 45 И 60 То есть Вы можете На ласт Уровне Создать Вот эту Реплику Отправить Спокойно На базу Образно Если вы Где-то Стоите Здесь Отправить На базу Пока Она дойдет Вы там Деретесь Кайфуете Бегаете Что хотите Делать И потом Нажимаете R И прилетаете На базу И улетаете Обратно На тревелах То есть Это можно Бесконечно Обузить Это очень Очень Круто Следующее Что у нас Тут есть Это конечно же Монокост 25 Это чтобы Создать Иллюзии И 150 Чтобы Вернуться На реплику Ну и Перезарядка Этой всей Конторы 80 Секунд Очень На самом деле Прикольная Способность Мне нравится К сожалению Нельзя Создавать Вот Ну вот То есть Тут есть Такие Монтак К сожалению Нельзя Вот у нас Вот так Вот как Раньше Обузить То есть Вы не можете Создать Со своей Иллюзией Реплику То есть Образно Отправить По лайну Как будто Там Три морфа Один из них Плотный Но он будет Плотный В соотношении От иллюзии То есть Он будет Нифига не плотный И на самого себя Нажать нельзя Раньше Можно было С помощью Иллюзии Создать Вот эту Реплику Но Можно Эту тему Обходить Так Допустим Вы создаете Манту Энчантерс Переманивает Вашу Манту И вы С ее Манты Сворованной Можете Сделать Реплику То есть Такая Многоходовочка И все равно Будет у вас Морф Подчинение То есть Можно только Так По другому Тут никак Не придумать Сейчас Такие Все сидят Ээээ Я не понял Хен Что такое Что Чего Какой мант Какую иллюзию Переманить Ничего не понял Ну и ладно Конечно же Эта тема У нас вот так Вот в линночку Тоже не работает Если там у врага Есть линга То к сожалению Вы прогуляете Репликейт Ну и в принципе Все Больше ничего Здесь знать Не нужно А Ну еще Естественно То что Репликейт Это обычная иллюзия Что монодрейном И хиксом Можно ее просто Легко уничтожить Поэтому не забывайте То есть Их сберет Такой опа И все Репликейта Больше не существует То есть Не забывайте Про эту тему И в принципе Погнали разбирать Аганим Я думаю По реплике Вы Поняли да Ребятки Поняли все По репликейту Давайте сейчас Поговорим о гибриде Что такое гибрид Спросите вы Ну что ребята У нас сейчас Будет Item 300 Это у нас Аганим И Вот здесь Вот было место Пустое И сейчас Это место Занято Вот Вот такая Вот картинка Какие-то Два лица Из воды И к сожалению Аганим Мы выкинуть Не можем Ни разобрать Ни выкинуть Ни продать В случае Если вы уже Купили Аганим То к сожалению Вы его никуда Не выкинете И не выложите Почему так сделано Я не знаю Но скорее всего Из-за того Что по механике Играть тяжело Вот эту способность Будет убрать Но на некоторых героях Почему-то убирается Но в целом Непонятно Визуального эффекта Нам Аганим Никакого не дает Но и в целом Что же дает Аганим Во-первых Ребята На канале Огромное количество Рубрик А что если А что если Зомби Апокалипсис А что если Там Тинни Айрлейнс Один из Первых И самых Интересных Видосов Тоже Одних Самых Интересных Видосов С гибридом Также Плюс у нас Там есть Перевозчик Три в одном Плюс Еще Огромное количество Видосов Где Морф У нас Использует Гибрид И это реально Крутая тема Рекомендую Посмотреть Заходите Во вкладочку Видео Пишите В поисковике А что если И смотрите Видосы Там офигенные Видосы с Морфом Есть И парочку Я конечно же В описание Добавлю И посмотрите Эти видосы Хотя бы Ну и обязательно Поставьте там Лайк За то что Я постарался Сделать для вас Какой-то годный Контент Именно качественный Не просто Каточку выложить А именно качественный Уникальный Контент Поэтому не забывайте Смотреть Ну и поехали Разбирать гибрид Что такое у нас гибрид Табличка чуть позже А сейчас Хоткей у нас Б Дальность применения Эти способности Всего 600 единиц И подходим к ЦМке И смотрим Что у нас в ЦМке Во-первых У нее таймер Очень коротенький 20 секунд И у нас тут вроде как Есть что-то Способности Она может Юзать способности Обратите внимание Данная ЦМка Данный у нас Гибрид Может юзать способности Но не ультимативные Способности То есть Нельзя юзать Ультимейт Даже если тут Есть прокачанный Ультимейт Вы никак не можете На гибриде Использовать Вот тут вот Ультимейт К сожалению Это недоступно То есть И вот так вот Вы можете Моросить врагов Конечно же Очень крутая тема Что несколько Несколько у нас Вот таких вот Моментиков имеется Что можно взять Там ЦМочку Да там образно Раз там подморозил Там раз там Еще подморозил Раз там Еще То есть Вы можете Вот так вот Со своим тиммейтом Начинать комбинить Да то есть Управляя его Персонажем Но только вот Первые три способности Будут работать Ну и конечно же Это если там Инвокер Ну инвокера Там еще Метеорит Тут будет Бласт В зависимости от того Что он там Накастовал Да Но это примерно То есть Не суть важная Короче гибрид Унаследует Все способности Которые у нас тут есть Кроме ультимативных У вашего союзника Примечательно Ну именно у союзника На врагов данную способность Юзать нельзя И на себя Также юзать нельзя Ну вот Я собрал Создал Реплику Овнера 2 То есть Ну это Типа Ну это в реальной игре Сделать не получится Следующее Что у нас тут есть В принципе Все простенько Данная способность У нас создает Союзного персонажа Гибрид Союзного персонажа Со способностями И что у нас Эта иллюзия в целом По плотности По дамагу Как она вообще работает По табличечке Дальность применения 600 Иллюзия наносит урона 50% То есть она наносит 50% от любого урона То есть вы понимаете Следующая иллюзия Получает 100% урона Соответственно Гибридная иллюзия Мало того что она Хорошо Может запутать врагов Тем что она юзает Способности Так еще и она Такая же и плотная Как и реплика И как сам персонаж Это реально очень круто Поэтому годно Длительность иллюзий 20 секунд Эх если бы Хотя бы 30 секунд Но 20 секунд Это вообще ни о чем В реалиях Доты это прям Ну вообще ни о чем То есть вы создали Вот этот гибрид Да там Пока вы там куда-то обошли Вот уже и 5 секунд прошло То есть соответственно Очень-очень Мало по времени Ну и конечно же Мне кажется Это Очень-очень Мало по времени Ну реально мало Ребят Но 20 секунд Это ни о чем Ну и самое интересное Что у нас тут Это монокосты И колдауны Монокост 200 перезарядка 140 Вот просто представьте 140 секунд КД Чтобы 20 секунд Поуправлять Союзным персонажем При этом Позапутывать И понажимать кнопочки Это очень большой Колдаун Я бы сделал Примерно Если бы это Ну вот сейчас Это дисбалансно На самом деле Ну не имбалансно А дисбалансно Потому что Хотя это в принципе Почти одно и то же Мне о чем не нравится Дисбаланс То что баланс Должен быть Примерно такой Что образно Было бы 30 секунд И КДшка Там образно Хотя бы 90 Или 80 секунд Чтобы это можно было Чаще комбинить Но к сожалению Тут очень большой КД И очень маленькая длительность Что мне соответственно Не нравится Ну и в принципе По гибриду Ребятки Все Морфа мы разобрали Гибрид разобрали Я думаю Тут уже Как бы не о чем Разговаривать Ребятки И в принципе Да давайте Закончим эту теорию И спасибо всем Кто я досмотрел Ребятки Я старался Я немножко так сказать Давайте По ною Окей Как там мне говорят Ноешь Я вот Просидел сейчас Три часа Чтобы сделать Какую-то теорию Да смонтирую Это Выведу Это для вас Как контент То есть Мне не впадло Потратить это время Для вас Реально Поверьте Мне не впадло А вам даже иногда Не хочется поставить лайк Как так работает Я не знаю Поставьте лайк Пожалуйста Кому не сложно Вот прям сейчас Поставьте на паузу Поставьте лайк Я знаю Что сейчас Ребята смотрят Либо в офлайне Либо премьерой Потому что Ну это по кайфу Ребят Когда вы поддерживаете Прям ну Тепло на душе Не всегда конечно Бывает такое Что я И сам такой Какой-то отзывчивый Но бывает Так что Мы все люди Все мы ошибаемся Поэтому Если кого-то обижало Извините Если кому-то Не влепил Не извинюсь Потому что Я тебе влеплю сейчас Хейтер вонючий Ну да ладно Не суть Короче Хороший комментарий Лайк И пиписка И не забывайте По ссылочкам в описании Пробежаться Ребятки Для вас по кайфу Это у нас была Это у нас была Теория на морфа Ребятки Обязательно посмотрите Практику Сегодня у нас Морф силач Если вы хотите Морфоловка чат То так же По ссылочке в описании Прошленький гайд Смотрите Ну и на этом Как говорится Все ребятки Всех с наступающим Новым годом Дед Мороз Ёлочку уже зажег И Дедушка Мороз Где мои подарки Кстати у нас Розыгрыш Уже скорее всего Прошел И вот они Подарки лежат И эти подарки Уже скорее всего Уехали Ага Погнали ребята Смотреть прекрасную практику Let's go Опа Новогодняя шапочка Уже на мне Ну и конечно же Начинаем первую игру Ребятки На морфлинге И сегодня у нас Будет необычный Морфлинг Я сейчас вас Полностью Просвещу в эту тему Это у нас Реагайд По сути Но почему Реагайд Потому что в принципе Нужно добавить Несколько игр И Эти игры Будут максимально Актуальными Почему Потому что Потому что Появляется Через определенное Время Понимание Как прикольнее Качать тех или иных Персонажей Ну и конечно же Появляются Определенные Интересные Тактики Есть у нас Старая Очень старая Тактика Она Ну все хорошее Ну как говорится Все новое Это хорошо забытое Старое Поэтому У нас сегодня Тактика на морфлинге Это конечно же Морфлинг Который у нас Который у нас Делает Много грязи А именно Это морфлинг Через Морфлинг Через Двоечку И это Очень мощный И очень крутой Морфлинг Который Просто нереально Напрягает В катках Ну а самое главное Это конечно же Радиенс Это морфлинг Радиенс Это метовый артефакт И в принципе На среднеметовом Персонаже Радиенс Залетает Очень даже хорошо Но сейчас в принципе Поэтому и пройдемся И погнали В общем у нас Сегодня морф Радиенс Морф На интересном Таком Лютом 4.25 Стане Вот И конечно же Катка Надеюсь получится Очень интересное Конечно же Пожелаю всем Приятного просмотра Всех с наступающим Новым годом Кто смотрит Ну и все Как говорится Все что нужно было Я уже сказал Ранее Ранее Поэтому ребятки Просто желаю вам Насладиться игрой По геймплею У нас в принципе В целом По морфингу Здесь будет У нас обычно Если первая катка То как надо Мы играем на гайде Да Вот В прошлом гайде С хорошей историей В принципе Неплохая картинка Да У нас все там было Но я решил Так сказать Еще обновить гайд Опять историю героя Обновить Ну и Конечно же Обновить Немножко геймплей Скорее всего Здесь не будет Дефолтной Дэмэдж катки Потому что Дефолтная катка Дэмэдж Билда У нас была В игре Которую Как говорится На прошлом гайде Мы делали Вот Поэтому Если хотите Посмотреть Дэмэдж катку Это там у нас По любому По ссылочке В описании Нужно заходить И переходить На прошлый гайд Конечно же Заходите Смотрите Всем буду рад Если будете Осведомляться Ну а тут У нас в этом гайде Будет две игры Две игры Будут у нас Первая игра Это будет у нас По сути Радиенсовый морф И по совместительству Вторая катка У нас тоже будет Радиенсовый морф Но Добавится у нас Здесь В первой катке Аганимы Скорее всего А вот в первой катке Возможно аганимы Сделаем Потому что у нас есть зомби Как раз по совместительству Да В первой катке Сделаем аганим Получится А во второй катке Аганимы не будет И постараемся просто сделать потную и красивую игру Поэтому, ребят, вот какой-то вот такой вот расклад Будем подстраиваться под то, что нам дается А что нам дается, это у нас зомби Есть команде и есть, конечно же, морфилос Будем душить эту тему так Так что, надеюсь, все поняли Две катки в этом регайде Две потные, две красивые, две интересные игры Даже если не потные, самое главное, интересные Потому что чисто как по интересу надо играть Чисто по интересу, да, вот красивая игра И, ну, все, все, крип пошли Главное сейчас будет это дэнаить Дэнаим, побеждаем Пуш, где там? Ага, пуджа нету, но будет скорее всего с хг хукать Поэтому мансим Оп, отходим Ух ты какой, смотри Специально видели, как подхукал грамотно сюда А ты какой умничка Ну ладно, пойдет, пойдет Самое главное, откайтили, возьмем курьеры и пойдем Так, зомбаря тут убили Тараканы атакуют Там еще монета лежит, нифига себе Интересно, кто на центре будет? Мипа? Мипа на центре, но с мипа будет интересно стоять С мипа будет интересно стоять С мипа будет интересно стоять Можно будет подзадушивать его немножко Чуть-чуть подзадушивать Пока у него нету левела сразу курочку манга и вот такую вещь задрот какой-то нами по еще динает что-то там поняли пацаны вот это не надо мне задротов здесь катку самый лучший должен быть только я по нашей логике сейчас немного отпушим хорошо папает что ли пафает пупает пупает возможно сентряк сразу взлет очень наглый вар я подставил такие варды не нужно ставить ребят так первое что собираем это конечно же у нас первый сбор это будет стопроцентно bottle нужно начинать с ботла потому что очень страдает монопулы у нашего героя нужно это как-то вначале перебивать аккуратненько фармим товар две тычки даю ваш добиваю тут надо пичку разбавить тут и тут одна . не добиваю хорошо пойдет пока фармимся нормально line не будем толкать попробуем просто аккуратненько подфармливать здесь на месте ми почетом стухает пусть стухает постановочный мипа я забыл хорошо постановочный хорошо по третий левел у мипа очень хороший резист начальной стадии поэтому задушить его с вейвов немножко не получится но сейчас с ботлом с ботлом будет чуть повеселее будем хоросить крипстат хороший идет ты пешку сразу купим ничего не стоит этот телепорт пойдем на руну сбегаем отлично худш ганга это на сапогах чё там пару нам по удэшечка неплохо можно кстати пробежаться попробовать может что-то и заберем вивера маны нету вивера маны нету дж доктора убили опять 90 маны 11 маны можно до забрать тут что-то сейчас в принципе подойти в упор вивера побить а у него сапог нужно понимать эту тему давайте огра наверно огур менее мобильный хорошо там пуш подрабатывает огр менее мобильный поэтому мы его принимаем хорошо и тут пару крипов заберем еще чтоб порожняком не бегать отфармливаем и уходим сразу ты пешку берем не добил еще ты пашечку ну и принципе ганг удался у нас неплохо получилось ребят вот это сейчас могу хапануть конечно но мне не страшно не страшно хапануть сейчас на руну пойдем главное про харасили берем сапожок дополнительно работаем стараемся чуть понаглее работать понимать давать понимание оппоненту что мы мы тут как бы не халамбалам чисто такие ну серьезные морфилуса можно знаете как делать вот типа щас вот он чё там мипа вот этот идет давай мы чуть-чуть что понаглее вот чисто подзонить его отсюда вот иди типа отсюда знаешь вот тут тебе нечего делать давайте понимание ему что ну вот ну ты же играешь на морфе у тебя есть возможность эскейпа в нужный момент и ты просто можешь немного грязи наделать много грязи подходит поближе наверно хочет так вот сделаем чтобы мне дэмэджу не нанесло он на базу чисто отристорить повел все и не пушим не пушим вот этого деда добить эту кату добьем вот это добьем вот тут и аккуратно ласт хитим хорошо сейчас скорее всего регу зажимать будем давайте вот так вот сделаем так нормально зря он бежит на ориджинова воу 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 надо вот этого бить дядь хорошо идет по красоте по красоте грамотно отработали перекачечкой бинды не перекинул рефудж какой красивый можно кстати и пуджа забрать было сибара побежите посмело забираем хорошо погнали опа найс первое во что мы будем выходить это скорее всего мы сейчас купим себе что-то типа траволов будем стараться также далее активно отрабатывать мидера в принципе подщемили баратрум работает давайте собьем тараканов собьем тараканов вот так вот сделаем отойдем лучше сейчас надо будет реплику вкачать расходник кончается надо на реплике пролетать да ты шо да ты шо ля я еще чуть ли не умер так ну реплику даю ош 25 маны нужно будет ладно пойдем пешочком на базу 17 18 19 сейчас 25 накопим чтобы на реплике можно было прилететь все ты посмотри там пуш видели обходит ля какой активный пуш вообще молодец пойдем на базу аккуратненько что лучше сделать сейчас аквилу там стики лучше сделать но я уже планирую выходить полностью в свою кнопку а именно travel если сейчас получится подобивать на реплике это будет очень хорошо тп-шку еще продадим но не успеваю я немножко хорошо вот так сделаем но все таки travel я таки отколотил чуть перекачаемся эх не продамажил печалька так очень хорошо прыгаешь поддамаживаешь ну да ладно так некстом что делаем стики стопроцентно и аквилу это залог успеха парни и фармим главное фармить смотрите у меня сейчас так давайте ему аккуратненько постараемся вложить оп пп-шку дарил хорошо пп-шку подарил баратрума пусть бегает парень кайфует и лучше на хосте побежал и суета чисто дай чисто суета стики next не добью да пипа смотри что делают Ой, как хорошо я прыгнул Как хорошо я прыгнул Давайте поблокуем Оп, оп, оп Сейчас горелка пропадет Хорошо Найс Красиво, красиво Прямо на вставочку можно даже, да? Поблочил Оставляем Бум, что он встал, видели? Навряд ли я успею, кстати Пойдем на базу В принципе с тревелами, по идее, успеть должен 19 секунд добежать В принципе вполне реально Или все-таки ТП Давайте ТП нажмем Все-таки не успеваю, я вижу по таймингам И балансим аккуратненько Возьмем манго одно, манго нам Нет, манго не возьмем, манго не хватает золота Все, вот такими Как говорится, артефактами Мы должны выфармить радиенс Это если через мид Если вы играете боковые лайны Это транквилосол ринг, ребят Ну и естественно Я играю сейчас как в дамаг Как в дамаг играю То есть Я раскачиваю Единицу, тройку Сейчас два атрибута я вкачаю В кнопку В двойку Все, ребятам раздали по хилу И погнали дальше Чаржануть можно, дядь Там смело, по-моему, фрифраг Зря, наверное, ультанул он Да ладно Давайте Тэшку по-чуть подбивать Тэшку чуть-чуть подбивать будем Ля, там веселуха идет Смотри, смотри, смотри Тараканий Тараканий нападения Давайте пофармим Хорошо Тараканий нападения Здесь хапанул парень Нормально так Что там? Десятая минута Пятьдесят три крипия Пойдет Неблохо Десятая минута Пятьдесят три крипия Отлично Ух ты Ничего себе Ничего себе Так, у меня маны не будет, да? Если что, на вейв В принципе, будет Вот так сделаем Вот так Вот на базу На базу Мангус по-любому надо иметь, ребятки Для чего, спросите вы Манга Нужно для того, чтобы в определенный момент Вот по-любому не будет хватать маны И вам необходимо будет зажать этот мангус Чтобы выжить На морфам Вообще, типа, ну, умирать Можно и не умирать в целом Потому что такой герой Такой герой, ребята На морфе можно не умирать Хорошо, ребятам Хила подраздали Погнали Центр ковырять дальше Хорошо Соло, в принципе, задушил Что-то ребята у меня на меду стоят Не понимаю, что они хотят Поковые лайны Пустые Я сам могу стоять В радик выходим сейчас Ребята, не забывайте Поставить лайк Подписаться на канал Это очень важно Канал растет благодаря вашей поддержке Благодаря вашей поддержке У нас уже, как говорится 50к Это 50к Это уже Хотя бы какой-то результат Можно смело заявить И поэтому не забывайте Поддержка С вас Контент с меня Контент должен быть Не такой, что просто Не знаю Вот гайды Это прикольный контент Хаточку просто выложить Но это неинтересно Я поэтому и не хотел Дополнения выкладывать Потому что Это как-то Все равно С одной стороны Неинтересно А с другой стороны Как бы интересно Что-то необычное Надо постоянно делать Если необычное То покайф Что-то необычное Хочется делать Что-то необычное Надо делать Хорошо Нам базу отправим Так, 2000 есть Пойдем сюда Не успел Окей Он решил еще Идли скойнуть Его, прикиньте Круто будет Тут с аганимом Но мы после радиенца После вот этой Все фигни Сделаем кнопки После радиенца После кнопок Пойдет Пойдем на низ В инду Подфармили В принципе 10-10 Игра более чем балансная Я смотрю Так я фраги делаю Больше ничего Как бы не делается Пойдем внизу Ковырять Абадон Момчик купил Момчик Первое что соберем Это радиенс Перекачиваемся в силу И работаем под силой И работаем под силой Отмыли немножко Абадона От грехов В прошлой жизни Выразимся так Хорошо Ну и фармим По чуть Торопиться Некуда Лейт Хард лейт Все равно На нашей стороне Герой у нас такой Морф Вообще Очень такой Хардкерри Персонаж Потому что Ему надо Очень много Фарма Очень много Надо фармить Герой Очень требовательный К фарму Очень требовательный Поэтому Смысл героя Таков Что нужно Нужно Аккуратненько Все Чуть Чуть По чуть Чуть Выковыриваешь И душишь Оу Тпшечку Много Крипчиков Че-то Много Крипиев Радик Сам себя Не купит Надо Крипчиков Иметь Ух ты Виви Разобрал Нифигай себе Виви Разобрал Внизу Мипа Фармят Почуть Пацаны Фармят Все равно Фарми Сейчас начнется Самая веселуха Когда будет уже Радик И двушка Раскачанная Будет Ну я после Раденца Очень быстро Апну левел Как вы можете Заметить Я стараюсь Постоянно Отрабатывать Все лайны То есть я пойду Там подфармлю Тут подфармлю Там гангану То есть Стараюсь играть Очень активно Это тоже очень важно Потому что Наш герой Он такой Он требует Вот эту активность Так Мне походу Не хватит Маны Чтобы улететь 150 Не должна хватить Четко по таймингу Хорошо Пойдет Че внизу Крипов больше Или на топе Пойдем на низ Я думал Манго придется Зажимать Аж не пришлось Все Можно Курма газ Сейчас будет Уже сакры 12 почти С покупкой Радиенца Левел очень быстро Я себе апну Уходим просто в лес И переаппываем Левел Ситуация на карте Пока что ровная Тиммейты Нормально себя чувствуют Я в принципе Себя хорошо чувствую Здоровье хорошее Кто-то там пошел Сейчас 12 13 Очень быстро Раппаем Вот да Ты что На пудже Смотри Какой Хорошо Пусть ему Даггер сбивается Ну пусть такое Мог бы укусить Кстати Мог бы укусить Серьезный пудге Пойдем Ребятам Пройдемся Туда В тем онлайде У нас есть Даже Если будет драка Интересная С таким С каким-то Импактом Я подерусь Я подерусь Если будет драка С хорошим Внесением Импакта Вот этого Пацана Можно побить Рудгиса Хорошо Опа Тут надо валить Да Получается Тут надо валить И 054 Станчик Пойдем По своим делам Так Вот сделаем Маны Конечно нет Я теме Эту ману Все отдаю Зачем-то Еще на топе Здесь сейчас Рунку подберем Хорошая руна Между прочим Пойдем Реплика Создадим Вивера Реплика Вивера Нам пригодится На базу Слетаем Сейчас Радик Уже У меня 13 левел И перекачаемся Найс Подфарм Дополнительный Ух ты Хорошо Отлично Ну Путч Старается Реально Старается Меня Поймать И убить Меня Но у него Не получается Так Это что Сил перекачаемся Ребят Все И мангуст Наш лучший Друг Теперь Погнали Сейчас Посмотрим Полностью Не перекачиваетесь Примерно Перекачиваетесь 50-50 Вот так Вот где-то Это будет Достаточно Это будет Достаточно Все И у нас Теперь пошел Силовой Морф Такой Который Будет Станами Мучить Оппонентов Левел У нас Уже 13 Демеджи Чтобы Денайть У вас Будет Хватать С радиенцем Дальше Выходим Вакторинчик Тупую Вакторины И марасин Главное Реплику Не покидайте Вообще Желательно Линку Тут сделать Некстом Потому что Там Пудж Сейчас Посмотрим Скорее всего Будем Делать Линку Скорее всего Будем Ля Ты Какой Хорош Ча Этого Убьем Еще Перекачиваемся Радик Работает Сейчас Тан Зарядим 425 Ух ты А вот это Уже Плохо Это Уже Плохо Вот это Получше Будет Радик Выключим На всякий Случай Сильно Не запиливаться Так У меня Еще Сила Есть Можно Как Говорится Подработать Вот Так Делаем 425 Хотел Золотить Но Надо было Вейв Давать У меня Почему То Руки За Криворучились Да Что Такое Как Вы Меня Хотите Хватит Меня Пытаться Убивать Я Вам Что Сделал Жалко Реплики Нет Но Перекачался Полностью Оставляйте Запас Всегда На Перекачку Чтобы Вы Могли Четенько Рассчитать Да Там Ло ХП Чтобы Смогли Спокойно Перекачаться Сейчас Путч Меня Два Раза Это Очень Круто Когда Вот Такие Получается Момент Давайте Полез Пройдемся Подфармим Заодно И Вд Отправим На Куда Нибудь Чтобы Можно Было Сделать Какую Нибудь Грязь С Роденцем Быстро Фармите Очень Хочется Линку Сделать Конечно 16 Левел Реплика Еще Будет Хорошо Давайте ТП За Нем Перекачаемся Перекачаемся Примерно Такого Запаса Мне Хватит А вот Успею Ли Я Не Успеваем Нормально Пойдет Го По Низ Аккуратненько Ребята Кстати В команде Просаживаются Надо Начинать Помогать Но Массовые Файты Меня Там Не Вывозят Сейчас Октарин Сделаем Чтобы Реген Был Там Как Раз Мипа Очень Офигенно Будет Октарин Залетать Фармим Делаем Опсы Надо Ребятам Боросты Тоже Ласт Хить Хочет Хорошо Ну вот Так Вот Это На базу Че-то Нас Щемят Прям По Страшному Чем Щемят Нас Ну Т2 Надо Сломать Т2 Надо Сломать Так Есть Большое Количество Стат Роу ТП Ребята Давайте Вот Этого Побьем Хорошо Так 20 секунд У меня Еще есть Пойдем Вичдоктору Помогать Вивер Вивера Не вижу Ладно Надо Пауканов Сбить У Абадона Ничего Нет Я знаю Точно Вот Этого Сюда Встан 4.25 Забрал Как он Блин Отпоры Офигенные Даем Эти 4.25 Станы Плюс Урон У меня Есть Всегда У меня Радиенс Это Разбавляет Очень сильно Дамагу Это Очень Круто Очень Круто Но Кстати На вставочку Я еще Не Сделал Здесь Ну Че Не Сделаем На вставочку Че Не Сделаем На вставочку Мифа Заберу Тут Срадика Умрет Срадика Погибнет 18 Они Там Кикать Собираются Вот Я Вот Это Вообще Не Понимаю Вот Не Варик Писать Вот Эти Гайды Да Сейчас На 6 7 К ПТС Вообще Не Варик Вообще Просто Они Начинают Кикать Вообще Контент Ломают Зачем Кикать Не Понимаю Это так печально Выглядит Парень Зашел Просто Поиграть Его Кик Это Это Жест Так Големы Вот Эти Да Этот Морф Относительно Быстро Фармит Вон Половину Керри Может Перефармить С этим Билдом Половину Мартретку Должен Перефармить Почему Потому что У него Радиенс Радиенс Это Перефарм Люка Очень Быстро Перефармливаешь Так У меня Почти Есть Октарин Пойдем Добьем Ого Вот Сюда Ладно Я пойду Сам Ногой Хорошо 4.25 Стоим Курим Что Бара Там Втухает Бара Втухает Думают Еще Бара Не Чаржит Мы Тут Сейчас Купим Октарин Уже Тут Купим Попробуйте Этого Морфа Ребята Я вам говорю Не пожалеете Этот Морф Даже Интереснее Чем Дамагер Серьезно Этого Морфа Во-первых Тяжелее Убивать Чем Дамагер Во-вторых Он Интереснее Он Реально Интересный Я Тоже Сам Когда Играл Интереса Не было На этом Морфе Играть Первое Время Но Еще Из Глубоких Там Где-то 2012 Годов Этот Морф Тянется Его Раньше Качали Чисто Так Сол Ринг Там Аркана Да То есть Это Такой Был Задрачивающий Морф И он До сих Пор Актуален Я могу Смело Заявить А на 85 Карте Он Еще Актуален Потому Что Это Вынос Полностью Максимально Рабочий Морф Который Может Не то Что Уничтожать А просто Вносить Море Импакта Ну и Что мы Некстом Собираем Ребят Можно Собрать Аганимиус У нас Еще Все Стороны Стоят Хочется Подраться Конечно Абадона Убить Там С БМ С С Каким Объем По 4.25 Выписываем Вейву Там Накидываем И Душим Хорош Отходим Она Закончилась К сожалению Реплика Мы Создадим Новую Майс Этого Пацана Туда же Сейчас Задушим Хорошо Ой На вставочку Еще Сделаем 4.25 Еще Сюда Дай На вставочку что-то завтухал у меня как раз реплика там идет кайф вообще прям четенькая рампага было бы ну да ладно ничего страшно почти на вставочку чуть перекачаемся маны небольшие проблемы линку если сделать будет вообще офигенно прям чутенько сейчас тут крипов смываем и уходим просто каждому крибу по тычке выходим на базу в тупую совесть чтобы не париться чтобы не париться я еще в этом билде манту добавляю манта офигенно помогает выфармливать реально офигенно давайте манты сделаем манты сделаем пойдем в лес подгоним и next агоним сделаем next агоним сделаем что парень так на баре испугался да прям реально испугался хорошо сделаем манты манты офигенно зайдет лох и повод на могар пусть бегает это мой лес дядь номера на все забрать такая я тут заберу я там заберу чисто такая мирана забавно ладно так что у нас есть манта появляется next давайте агоним сделаем как никак обещались пойдем кого-нить найдем накажем чуть ловкости добавим погнали пуджа там какой-нибудь найти или не найдем походу не найдем да лучше шел по верху да ребятки не забывайте подписаться на канал поддержка подписка по кайфу лайк от души спасибо всем так но и next агоним и возможно сделаем что-то еще типом что-то грозное надо сделать и сейчас пойдем по дизайблем немного подеремся она подраться 36 так но иллюзии заберут его иллюзии заберут хорошо отходим хорошо приходим пойдем дальше повоюю немножко вот этого спокойненько еще заберем есть хорошо прям вообще машина я не чувствую вообще что я как-то напрягаю сейчас в игре реально вообще не чувствую если честно я бы мог их давно уже сломать но я же играю на контент мне как бы все равно я могу даже еще по фидить пойти реально то есть я как бы мне на контент мне контент превыше всего что там победа не победа если катка интересно это по кайфу пусть мои тиммейты фиданут в меду будет очень хорошо раз наверное агоним сделаем чтобы зомбиком том бы ставить драках и дизайвлить и не заявляйте будет интересно так иллюзии поднимаем на под фарм хорошо здесь под парнем пойдет это на базу отправим полетим я всегда по-разному стараюсь балансить иллюзию репликейтовую либо сам на травеле иллюзии здесь зависимости от того сколько у вас есть времени если вы лох и повод ттп сами юзайте а реплику здесь оставляйте то есть у меня сейчас времени вагон я сейчас могу даже немножко похулиганить пока у меня есть реплика что мы наверное сделаем давайте сделаем вот так вот он сейчас немножко похулиганим у нас есть 40 секунд вот это побьем немножко с 425 у нас есть хорошо отправляем его в стан в это время пока он там регенится пусть постоит покурит естественно захиливаем у всех и гениально так это и погнали дальше у нас еще 10 секунд хотя 10 секунд это сожалению уже времени нету погнали на базу крутой морфлинг реально крутой очень очень качественный морфлинг я даже выразился так агоним есть и остается ластовый слот что у нас появляется гонимом ребятки конечно же смотрите теорию в теории я все рассказал можно теперь опадять привет хорошо раз 2 отлично можно смело на хг этого 3 сейчас убьем это 3 это отправляем на базу а сами хулиганить пока у вас есть реплика можно немножко похулиганить а никого нет чтобы хулиганство да какое-то сделать 3 никого на карте нет 1 резнулся другой непонятно вот он худш хорошо но не получится похулиганить оп хулиганство я тут 4 секунды сюда хорошо поставил бы тон был на зомби я бы кайфанул хорошо чуть перекачаемся нет обратно встанем оп хорошо если там бы поставить так я тоже поставлю давайте на базу слетаем на базу чуть попушим сейчас том бы поставит он реплику на базу сразу у нас есть минута для хулиганства брат 425 добрый вечер жалко на вставочку ничего нет у нас то лят и крипы забирает погнали на вставочку делать там гул помба-томба-томба гоним я щас будем юзать все и пошло ломать спокойно и го этим силу сосать хорошо 2 том бы просто не подойдут чё делать я просто пушу томбики бегает 10 сек стан брат баг погаюсь брат хорошо спокойно вообще под томбами сломали но можно отойти в принципе смело так подпушиваем пацаны в шоке короче с этой игры и душем почуть а кто же настоящий а вот морф вот типа посмотрите я типа мне пофиг вообще единственно себя меня сейчас пуш выкукает это будет больно те все их просто колодец загнал укай дядь это имба ряд реально ребят попробуйте это имба я просто не напрягаюсь выиграть то есть на дамагерском билде вы так не сможете поиграть я вам отвечаю смотрите как сейчас регенится с акторина еще буду по меня вообще не пробивают но и ластовый слот в принципе какой можно сделать что-то типа батерфурула давайте купим почему нет батерфурул на дамагу что за батерфурул хиназис жалко на вставочку не сделал но первая катка через аганим в принципе аганима толком я тут и не видел но мы сейчас зарофлим еще ребята не забывайте кстати еще смотреть рубрику рубрику а что если а что если рубрики там очень много всяких фановых стратегии с морфом через аганима это реально очень круто сейчас пойдем томбу под тэшку ставить а там он там поставил где там батерфурул вот он батерфурул хорошо батерфурул есть 37 минут фулового отдел это я я не потел честно в начале пота немного на микроконтроле а дальше я играю баланс и специально чтобы было на что смотреть ой какой я сильный хен опять с раками играешь выпендриваешься да ладно вам ребят для контента можно немножко так говорится и потянуть пойдем вот этого побьем или вивера вивера вот вивер молнию собрал да а зачем зачем молнию собрал дядь надо чуть перекачаться сейчас выйдет со стану опа хорошо 371 очнемся го томбу томба сделаем сейчас как задушку ух ты не честно а сейчас я если сделаю то же самое как он его подхукал берем тоже браться вот такого и томбу туда же это круто на базу слетаем на базу слетаем реплику оставили хорошо работаем чё там где-то мипа сосай силу туда души его зомбарейт сколько там вот это я понимаю интересная заварушка зомбаки душат что за заварушка опа и виверу ару туда красавы ребят ну вот такая вот первая катка у нас в принципе рофель на картофель на саганимом тоже пофанились пофанились подушили немножко морф во всей красе чисто морф силу очень неприятный морфлинг на самом деле очень неприятный на вставочку так и не дали мне сделать закрысили у не застанился иногда бывает кстати да не станет сам не станет почему-то дядь но хочу тебя все равно все равно хочу тебя где там кто есть хорошо отходим пойдет чем я не буду тут кусать победить вивера надо хорошо что вивер меня так хочет прям голова бедолага как же контрит его потому что он не может течение четырех секунд очень очень жесткий стан вот так напишем сразу что ребят первая катка у нас прям максимально интересная получилось но как максимально интересное в принципе стандартное избиение я думаю но и поэтому как говорится по этой катке у нас в принципе понятно что нужно делать на морфе через силу да это у нас первая игра была первая игра через аганим но если во второй катке тоже будет аганим тут если честно я их как-то немножко мне кажется передушил оппонентов да и гадко получилось менее интересно но бил зато более чем понятен как вы используете как душить в принципе погнали next ну что ребята вторая игра у нас уже загрузилась и мы конечно же сейчас постараемся по саппортить а именно по саппортить на морфе но как морф саппорт это вообще это рабочее в принципе дело но все равно нужно немного фармить потому что морфлинг это по сути хардкерри хардкерри что должен делать должен фармить фармить но вот я смотрю что-то там с ларка такой вере напикнули я вот думаю думаю нужно ли мне здесь саппортить но как саппортить саппорт подразумевается такое что я на начальной стадии подбираю просто кнопки и начиная просто дизейблить с двойки и тем самым начинаю вносить море импакта в игру но сейчас короче посмотрим и очень хотелось бы через боковую есть кто мид сейчас посмотрим кто центральный коридор если идет а я все хорошо топ-фарм вот так вот сделаем топ-фарм раскачиваем способности и пробуем работать пробуем работать ой неприятно баланар там балар будет очень сильно контрить очень сильно контрить будет поэтому нужно будет манта манта такая универсальная тема можно с манта работать либо и ул либо и ул посмотрим посмотрим как сейчас пойдет надеюсь эта катка будет тоже интересная первая катка вообще в сухую в салат можно сказать просто на перефарме красивенько аккуратненько через центральный коридор сделали все дела ну и конечно же еще баратрум помогал но не суть ну а сейчас в этой катке будет немного потяжелее потому что нужно будет фарм доставать именно с боковой линии на боковой линии фарм доставать немножко тяжелее потому что стоишь против двух агрессоров нежели чем против одного против двух немножко и приятнее стоит ну сейчас посмотрим как пойдет идем на топчик и фармируем ребятки не забывайте поддержать лайком подпиской буду очень благодарен и погнали вот так вот делаем давайте манга возьмем еще хорошо хорошо погнали на руну скорее всего я если честно очень хочу сделать себе тут необычный раскач что подразумевает необычный раскач это то есть на седьмом левеле замаксить двойку реально замаксить двойку то есть взять транквилы соул и пытаться это как-то помогать команде именно переворачивать игру сразу же с этим дизейблом можно попробовать давайте посмотрим сейчас по левелам как чо он у нас в принципе вейв форма чисто будет на эскейп как блинк но не как раз дамаг а это плохо я не люблю основные способности не раскачивать это ваш меня аж коробит потому что когда у вас вейв форма раскачены вы можете что-то забрать и это может быть вам прям на руку можно так сказать вот так но тут звонят пацаны чё-то недовольны и довольны пацаны вард скорее всего стоит да мы не видим и не видят ост мне ост ух ты ладно я пошел короче честно нахопаюсь смысл не вижу смысла тут подходить чё-то делать на x тоже не особо чё-то пытаются а так он двойкой он двойкой на x line идиот тоже у нас так будет весело значит я на отводах буду стоять на x тоже line блоку иван тех нижних чё делать чё делать блоку и у на x фармить идет так дедок дедок а так вот почему на x через двойку он тут фармьюит хочет ладно я пошел понял морфа просто выгнали третьим пиком а морфа взял меня просто выгоняю с лайна но будем как-то импровизировать давайте на стаки уйдем на ацтаке на ацтаке на ацтаке на ацтаке хорошо чё там тебя убивают уже по фармил дядь да мне их приведи еще сейчас чтобы мы из таки забрали кайф э ну это вот туда вот надо идти честь и стаки заберет и все заберет вот это чисто браконьер на иксовым опа джагу наказывает тавр на тебе да ты что видла схитить не дает выкинь ура первый крип хорош так сейчас будет рез что ты хочешь убивать рейджем без вандов отстанет меня вот эти пикеры пингеры это просто ужас мамотрогатели просто залетают в катке и нихрена непонятно что они хотят переагр хорошо и отстань не души меня пойдет и сейчас вот этих крипов заберем еще хорошо да на найкс конечно лютяра вообще ужас очень ужасный типчик бит просто категорически не хочет давать ванды есть у тебя убивать у тебя вандов нету даже у него какой левел четвертый левел без вандов ты серьезно где ванды жесть конечно Я прикалываюсь с этого Найкса Он без вандов Он без вандов, чтобы вы понимали Ладно, я буду придерживаться своего билда Все равно Сапог, перчатка, еще и по теху, наверное, сделает Это, конечно, гениально все Найкса, конечно, тяжело переласхичивать У него очень много демеджа Хорошо О, здорово, как говорится Здорово, давно не виделись, бро Как ты? А нормально, брат Ну, можно поиграть, спасибо О, от души От души Или не даст поиграть Ну, не лагай Жесть Лаги вообще не в тему Так, ну мидера там гангает нашу Сейчас вот так сделаем Сейчас этот чел пойдет фармить моего крипа Гениально Да не бей ты, ну, е-мое Дай я вот этих выведу еще Вот вообще, жесть Такой чисто жадный чел На этом Поста, найс Жадный на найксе Максимально Какой же жадный на найксе Так, ну я стакну еще раз Стакну еще раз Очень жадный на найкс Очень жадный на найкс Хорош Орус найкса просто Так, ну я хотя бы джагу забрал Это уже хорошо Раскачиваемся Пока найкса нету Можно чуть-чуть пофармить Чуть-чуть Так, 700 Я вот думал в Аркану Или в Транквилу Транквилу, конечно, хорошо А Аркана на лайне хорошо Аркана на лайне хорошо Транквилу тоже хорошо Чуть сейчас скачнемся Скорее, чтобы полегче Ластхитить было И на базу сходим Ты у меня левел весь забрал Я бы тебе раньше помогал Вообще не понимаю этого чела Он у меня Лайновый левел Он весь забирает И забирает еще и Саб-отводский левел То есть это вообще Это максимально жадно И я Менее Менее буду полезен На лайне Потому что Ну у меня просто Нету кнопок никаких Этот найкс Это что-то с чем-то Это просто Нечто Нечто интересное Жалко Я тут сейчас Лайн толкну Но я отведу Так, у меня есть Еще кнопка Так, сделаем Давайте Понял Б Оу Здорово А я умер На уж Там вообще Джагу не застанило Силы нет Но вы держитесь Транквилу Надо было Сразу делать Так, что у нас По миду Мидер у нас 0-2 Ну в принципе Стандарт Когда спрашиваешь Кто мид И мидер 0-2 Это в принципе Ребят Стандартная Стратегия Так, ловкость Надо 50 на 25 Вот так Хватит Чтоб можно было Максимальный стан Вносить Даже ничего Писать Не хочется Погнали Кого мы там Сольем Даже Мне кажется Мы никого Не сольем Джагалов Бегает Итем Инвиз Хорошо Двойка Есть 3 секунды Пропишу Нормально Будет 7 Лабел Стики Просто А почему Не простанило Че это за баг Серьезно Этот баг Сейчас столько На самом деле Решит Вот сейчас Застанило О, еще и залагал Вообще Жесть Просто Выколи глаза Жесть Зачем я Блин Вот Вы теперь Наверное Понимаете Насколько Мне Игроку Который Выше Чем Этот Хускар На 10 Голов Тяжело Саппортить Просто Наверное Понимаете Да Я поэтому Ненавижу Просто Саппортить Это ужас Мало того Что он там Непонятно Кому Мид Слил Еще Вот эти Какие-то У меня Найкс На лайне Очень Такой Отвратный Чубзик Который Просто Что-то Там Ну Это Жесть Давай На Хускаре Пожалуйста Чуть Порезче Можешь Давай Сейчас Застанем Хорошо Еще 325 Танчу Все Это Да Уж На развороте Побить 325 Еще Раз Мне кажется Он у вас Тотема Конечно Убьет Либо Меня Либо Его Хорошо Он Забайтился Отлично Найс Найс Жесть Я Шокирован Честно Этой Ситуации Ладно Пойдет Пойдет Неплохо Сларк Не бей ты его Он еще Стрелы Братка Стрелы Напишем ему Может он Это Может Как-то Сообразит Я вообще В шоке Что за игра Будет Сапортить Конечно На морфе Таким ребяткам Будет Крайне Тяжело Но Будем пытаться Пойдем Джагу Колотить Сделаем Мне больше Не понравилось Почему там Джагу Не застанело Вообще Не выкупил Я почему Типа там Артефакты Во-первых Дропнуло Он там Что-то Перепетывался А Стыд Кейпо Фармит Просто ужас Не могу Это Не написать Сейчас Подстану 4 секунды Хорошо Я вообще Я что-то Вообще Этого Найкса То он Кликает Как бешеный Вроде Стоит Сейчас Можно В принципе Побить Здесь Под тэшкой Не факт Не факт Не факт Что убиваем Согласен Но Ну Меня что-то Триггерит Этот Найкс Вообще Максимально Не знаю Как вас Но я надеюсь Через мониторы Это напряжение Это напряжение Саппорт Игры Вы чувствуете Потому что Это просто Невозможно С таким Найксом Конечно Это Прям Вот Не могу Не написать Какой вот Чел он Вообще Это ужас Так Ладно Гоу Надо Проэкспица Восьмого Так Я раскачал Как Как Говорил Что буду Раскачиваться Конечно Ластхит От меня Лучше Не ждать Какого-то Надо Просто Активно Играть С командой Сейчас Давайте Возьмем Наверное А реплику Мне в принципе Мне кажется Нет смысла Брать Вообще Нет смысла Вообще Нет смысла Брать Реплику Единственное Что Меня тут Может Хорошо Заколотить Это Чувак На Опа На Энессе Фускар Ормлета Нет Как Ластхитить В принципе Этот морф Предназначен Тупо Для файтов А не Для ластхитов О Нифига Го Драться Че Че Делать Надо Вардики Поставить У нас К сожалению С вардами Какая-то Проблема Там Четыре Четыре Секунды Дядь Слардар Мне кажется Сейчас Напихают На Рипера Ее Тут Да Хорош Сларк На четыре Минуты Выполз Игры Давай Некар Дудось Убьем Хорош Все-таки По четыре Секунды Нормально Зашло Тут Какой же он Жирный Мы не пробиваем Маску делает Так Окей Это мы поняли Внизу Хорошую драку Провели С Найксом У нас все-таки Все равно Никак не получается Что вообще В этой игре Происходит Я не понимаю Это вообще Какой-то Кринджи Кринджи Дядь Что Вообще Происходит Так Варды Мне естественно Не дали А он Жирный Вообще Как Свинья Я не знаю Что с ним Делать Жирный Мы его Не пробиваем Знаю Что Некар Сделал Некар Просто Такой Я Молодец И все Да Зачем Там 425 Стан Надеть Ладно Не буду Стан Давать Я На Мид Пойду Что-то Непонятная Кат Непонятные Салады Сларк Почти Лотар Мне Нужен Тут Даггер Гем Не убивайте Пожалуйста Его Там Лагуну Не надо Давать Эхо Лагуна Эхо Лагуны Слиты В реплику Да Жестко Неплохо Вот это Станкс Так Конечно Денавить Мне тут Нужно Постараться Чтобы Денавить Надо Пройтись Я вообще Даггер Типа Еул Что-то Нужно Сделать Даггер Еул Что-то Такое Пойдем Повардим Очень Медленная Игра Будет Идем Топ Мидер Назовем Чувакам Големы Я так И знал Что тут Будут Големы Чтобы Сбить Транквилу Круто Гениально Отстаньте От меня Он видит Нас Вот тут Нет Вот тут Вот тут Туда Не надо Вот сюда Надо Все Почуть Побили 4 425 Можно Можно работать Гоу Сделаем Даггер Наверное Даггер Сладар Прыгнет Я протаймлю Хорош Сюда Правда Правда Дэмэдж Братка От меня Нету Сладар Станчик Дает Я застаню Его Уходи Пойдет Найк Найк Самый Самый Первый Артефакт Это просто Армлет С армлетом У тебя Просто На 500 ХП Больше На 500 ХП Больше Мне Яул Некст Надо И так Я не дождался Даггера Да Так Я Яул И не дождался Ой Яула Господи Ну вы поняли Че Не дождался Этот Даггер Летает На Эксперри Реюзал Четыре героя Здравствуйте Мы с компанией Reflame Куда ты А То есть ты гений Брат Я манал Того нафиг Это туда лезть Но я хотя бы Раздамажил Лину Да Чуть-чуть Моего дэмэджа Возможно Хватило Чтобы Не знаю Как-то Забалансить Это Оптычечка С кем мне Работать Покажите Мне С кем Работать И мы Карту Вынесем С лордар Идем Куда Куда Нибудь Дядь Хотя Б Рожь Вообще Можем Мне Кажется Вот Туда Гоу Или Вот Сюда Лиса Лиса Можно Лиса Лиса Рожь Подождет Сейчас Джагу Колотнем О Все Разбирай его На запчасти Тупо Изи Хорошо Но я тут Просто буду В сентриках В таких Ситуациях Гос Лордар Ладно От этого Хорошо Теперь Вот тут Вардик Поставим Мне Нужно Вообще Юл Делать Некстом Нужно Юл Делать Или Желательно Гем Какой-то Взять 425 Дядь Жесть Но в принципе У меня Хоть и Мы с Найксом Не понимаем Друг друга Но он Хотя бы Фармит И что-то Имеет Это уже Хорошо Это уже Хорошо Хорошо Отлично Да там Внизу Сралк Гол Почуть Аккуратненько Тут Вардик Сейчас Поставим Где-то Вот Вот так Поставим Чтоб Можно было Видеть Сразу И Я Такой Багем Б Взял Мне кажется Неплохо Зайдет Может Забайтится На меня Сларк Как Думаете Нет Улетим На базу Перекачаемся Поденайд Немножко Хорошо 16 Ассистов Тем временем Ребята У меня И Саппорт Катка В принципе Идет Так Как Надо Несмотря На Лайнинги Да Все Очень Даже Хорошо Могу Смело Заявить Потому Что Хорошо Мы В принципе Наденайли На Ластхители Оппонентов Понаставляли Станы Ребята Дерутся Жалко Меня там Нету Конечно Потому Что Я там Очень Нужен От Меня Огромное Количество Импакта То Что Я тут Сейчас Добью Трех Четырех Хрипов Это Особо Не решит А то Что Я в Драке Стоял Было Было Бо Неплохо Да Тут На самом Деле С одной Стороны То Что Ребята Подрались Да Плохо А с другой Стороны Давайте Вот так Делать Что Делать Все Перекачались Пойдем Разбивать ДД Забери ДД Мне ДДшка Блин 40 урона Даст Слардар Жесть Не хочет Дэбл Дэмэдж Брать Просто ДДшку Братка Возьми Пожалуйста Не моросите Они Короче Тильтить Начинают Тильтить Начинают Сюда Вард Сразу Поставим Чтобы Вижен Давать Так Я Гем Взял В принципе Какие-то Хотя бы Артефакты Есть У меня Там Два Сентрика Хорошо Переармлять Не застанется 425 Прописал Почему не станется Не понимаю 425 Есть Пойдет 425 425 Да там Сентри Не нужны Кому Там Сентри Они Не нужны Эти Сентри Никому Абсолютно Сейчас Вейвформ Подраскачаем Может быть Что-то Как-то Себе Подфарм Будем Брать Какой-то Пойдем На базу Сбегаем Лордар Вообще Обиделся На что-то Вот Чисто Стандартная Моя Тбшечка Такая Знаете В пабе Когда играешь На саппорте Нужно Отписать Гайд Саппортский И Стандартный Сладар Обижаются Ребята Все Не писи Мой горшок Я тебе Не люблю И все И поехала Вот Чисто Вот такая Вот Дота У нас Ребят К сожалению Ребятам Помогать Ну Ты Камон Так Опа Я Я думал Уже он уйдет Типа Он не ушел Хорошо Сейчас Кнопка Будет Двойка Саппорт Артефакты Есть Сейчас Заташка Будем прыгать Здесь Никого Нету Так Но есть 2 Обсерва Сейчас Обсерва Поставим Сладарх И хочет С нами Играть Отойдите Ребята Отойдите Под Подальше Подальше Веселуха Заварушка Хорошо Джагу Тоже Туда же Сейчас Так Не могу Блинкануться Пока Пойдет Ну В принципе Я думаю Оппонент Уже Понимает Что Это Их Конечное И Можно Писать Фаст Финиш Да Но Не знаю Назвать Это Саппорт Каткой Выпотел Что-то Челы Короче В мораль Прыгнули И Начинается Мидер Вышел Вообще С игры Да Ну Я так Не играю Я не убиваю И все Найс Что могу Сказать Найс Что могу Сказать Найс Один Атрибут Оставляем Под реплику Потому что Не показывает Я Пока Под Деваржа Хорошо У меня Немного Маны Реально Немного И Это Плохо Б Аго МП Нет МП Нет Чуваке Ну Как Видите Саппорт Морф Он Рабочий Даже В такой Игре Сейчас Он Нажмет Диспейл И Это Вот Туда Хорошо Куда Это Вот Как Ж У Хускара Жопа Горит Жопа Горит У Хускара Вообще Жесть Он Так Хочет 4 425 Да Это Имбово Вообще Жесть Это Реально Имбово По 425 Можно Сейчас Октарин Просто Сделать Потому Что У меня Есть Золото Я Не Буду Нуждаться В Мане И Прям Я Могу Станеть Намного Чаще То Там Вообще Промежуток Вот Этого Промежуток Этих Кнопок Станет Где-то Примерно 2,5 Секунды Это Типа Чересчур Круто Можно Октарин Можно Сделать Еул Более Чтобы Быть Мобильным Но Лучше Давайте Разберем Последовательность Для чего Потому Что У нас Это Гайд Если Честно Я В обычной Игре Я бы Сделал Октарин Но Будем Разбирать Последовательность Что Нужно Здесь По Пику Будем Так Думать Тут Нужно Dispellet Silence Volanara Соответственно Мы Покупаем Еул Следующее Что Нам Нужно Делать Следующий Артефакт У нас Возможно 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 Был бы В принципе Я тут Уже Смотрю Тупо Вакторин Выходить И Больше Нечего Ну Ничего Реально Не Остается Тупо Вакторин Выходить Так Как У нас Это Support Build Который Как Видите Я Не Много 25 Крипов За всю Игру Добил У меня Керри Пофармил Хоть он И Неадекватный Но Если у вас Хотя бы Такой Керри Это Очень Хорошо Ну И В принципе У нас Получится Готовый Build Какой-то С которым Вы Стопроцентно Заканчиваете Именно Юл Сюда Travel Потом Поменять Здесь У нас Акторин И все Дальше Потом Извращайтесь Как Хотите На самом деле Это Этот Морф Он Через Мит Динамичный Через Саппорта Тоже Веселый Нельзя Говорить Что он Через Саппорта Скучный Он Тоже Веселый Он Тоже Динамичный Но Не Фраговый Это Не Фраговый Морф Это Именно Такой Саппорт Получается Давайте Вот так Сделаем Саппорт Морфинг Я Вытолкну Сейчас Ой Хорош Умничка 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 И Ул Пригодится Хорошо Бей Энесса Дядя Вот Так Вот Сделаю Дядь Да Погнали Душить Его И Сларка Где-нибудь Тут Сейчас Найдем Хотя Зачем Нам Его Искать Я На Базу Слетаю Ха Пойдет Блин Это Жаско Честно Эффект От Этой Катки Будет На Всю Неделю Заряженный Знаете Почему Потому Что Пацанчик На Этом На Лайфстилере Мне Наверное Все Нервы Попил Все Нервы Попил Не Торопитесь Как Говорится На Канал Ксенозез Подпишитесь Не Торопитесь Хорошо Не Торопитесь На Канал Ксенозез Подпишитесь 2000 Акторин Б Добить Скадина На Иксе Но В принципе Все Понятно Мне Вдруг Как В сказке Скрипнула Дверь Блин Вот Представьте Да Как Бывает Жизнь Момчики Потом Момчики После Момчика Делаем Скади Оп Иди Нафиг Мне Подвардить Да Подвардимся Джаггер Идет По Речке Она Не Застанила Это Вообще Что За Баги Это Баг Не Больше Не Меньше Ой Как Нам Не Больно Вообще Хорошо Вообще Нам Настолько Пофиг На Этот Ультимейт Джаггера Что Я Не Знаю А Почему Сларка Не Застанила Опять Я Не Понимаю Это 6 Опять Сларка Не Застанила Эй ФФ Написали Вот Вообще Извращенцы 34 минуты Непонятно Какого Саппортинга И они Написали Еще ФФ Но В целом Здесь Актарин У меня Уже По Деньгам Хватает Ребятки Актарин Здесь Must Have Так Как я Говорил Что Здесь Будет Две Катки Ребятки На Гайде По сути Это Можно Сказать Не Стандартный Гайд Это Гайд Именно На Морфинга Который У нас Является Дизейблером Ребятки Я думаю В целом Этот Морф У нас Заслуженно Занимает Место В цепочке Гайдов Почему Потому что Отработано Максимально Первая катка Через Радиенс У нас Хорошая Вторая катка Через Дизейбл С Непонятным Лайнингом У нас Тоже Присутствует И это В принципе Достаточно Для того Чтобы вы Понимали Как работает Этот персонаж Не обязательно Сейчас искать Заходить Там Какие-то Потные Непотные Эта катка В принципе Пойдет В принципе Я считаю Что пойдет Можно было Какие-то Подправить Моментики Но в целом Получилось Неплохо Ну что ж Не забывайте Поставить лайк Подписаться На ютуб канал На этом все С вами был Ксаназус И до Скорого